МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем изобретать велосипед. В историческом смысле, конечно. Потому что в переносном смысле это выражение означает изобретать то, что давно уже изобретено. То есть пустую трату времени. А вот историческое изобретение велосипеда окажется необычайно полезным и увлекательным занятием. Мы увидим, как человек пытался изменить привычный ему мир с помощью велосипеда. А в ходе этих перемен и сам человек был изменен тем же велосипедом. И в результате появилась новая разновидность современного человека. Гомо велосипедикус. Но давайте говорить по порядку и сначала. В самом начале мы видим легенды. Интригующие, но исторически малодостоверные. Существует рисунок двухколесного велосипеда с рулем и цепной передачей, который часто приписывают Леонардо да Винчи или его ученику Джакмо Капротти. Но, по мнению многих исследователей, это всего лишь подделка, хотя и талантливая. Среди изобретателей велосипеда, вернее, самоката, часто фигурирует некий граф да Севрак. Можно встретить утверждение о том, что еще в 1791 году предприимчивый граф изобрел самокатящуюся двухколесную машину. Однако это чистая фальсификация. Эту версию придумал в 1891 году французский журналист Луи Бодри. В действительности никакого графа да Севрака не было. А его прототипом стал Джон Хенри Севрак, получивший в 1817 году разрешение на импорт четырехколесных экипажей. Бытуют велосипедные легенды и отечественного происхождения. Самой яркой из них является история о крепостном крестьянине Артамонове, который якобы сконструировал велосипед примерно в 1800 году. Согласно этой легенде, изобретатель совершил успешный пробег на своем велосипеде из уральского села Верхотурья в Москву. Это расстояние как минимум в 2000 километров. Впервые о чудо-крестьянине рассказал в 1896 году уральский историк Белов в книге «Исторический очерк уральских горных заводов». Читаем. Во время коронования императора Павла I, следовательно, в 1801 году, мастеровой уральских заводов Артамонов бегал на изобретенном им велосипеде, за что по повелению императора получил свободу со всем своим потомством. Однако это замечательное известие не было подтверждено никакими документальными свидетельствами. К тому же император Павел никак не мог короноваться в 1801 году. Впоследствии это недоразумение было исправлено. Павла заменили на Александра, а мастеровой Артамонов постепенно становился историческим персонажем. У него даже появились имя и отчество – Ефим Михеевич, а также дата жизни – 1776-1841. Но все эти исторические подробности были попросту придуманы, хотя и из лучших побуждений. Расстанемся теперь с пленительными легендами и обратимся к реальной истории велосипеда. Кстати, само слово «велосипед» происходит от двух латинских слов – «велокс» – «быстрый» и «пес» – «нога». Так вот, идея «быстрой ноги» в течение долгого времени буквально витала в воздухе и одолевала человеческий ум. Так до конца и непонятно, что там было с Леонардо да Винчи и его проектом велосипеда. Но вот уже в конце 17 века преимущество коляски, которая движет мускульные силы человека, теоретически обосновал французский математик Жан Озанам. Озанам, по сути, сформулировал задачу, решив которую человеческий ум и получил современный велосипед. Изображение одной из таких колясок, причем совершенно конкретной, Озанам поместил на франтисписе своей книги «Математические и физические развлечения». Эта трехколесная конструкция с кабинкой была спроектирована Элири Шарм, медиком из Ларшелли. Идея была такова. В кабинке находился хозяин, который управлял передней осью с помощью поводьев, а на педали жал его слуга. Его место было сзади, там, где в конном экипаже полагалось быть форейтеру. Таким образом, быстрая нога пока еще не была господским делом. В 1779 году похожую, но более совершенную самокатную коляску создал другой француз Жан-Пьер Бланшар. Со своим слугой Бланшар укатил аж на целых 19 километров от Версаля под бурные овации публики. Однако Бланшар стал более знаменит как воздухоплаватель. На своем воздушном шаре он впервые пересек по воздуху Ла-Манш. Первоначально по стопам Ришара и Бланшара пошел и немецкий изобретатель из великого герцогства Баденского барон Карл фон Драйс. Однако барон был большой демократ и предпочитал именоваться без титула, просто Драйс. Но в русскую традицию он вошел через французский язык и потому именуется Дрэзен. В 1813 году Дрэс построил четырехколесный механический экипаж, который мог перевозить от двух до четырех пассажиров. Политическая элита постнаполеоновской Европы не особо вдохновилась его изобретением. Но этот прохладный прием не обескуражил ретивого изобретателя. Идея быстрой ноги вела его к новым открытиям. В 1817 году Карл Дрэс предложил вниманию публике новую механическую дюковину, названную им Лауф-машина, по-немецки бегущая машина. Это уже был практически велосипед. Кстати, само слово «велосипед» в 1818 году впервые употребил то ли сам Карл Дрэс, то ли его французский агент. Изобретение 1817 года представляло собой двухколесник. Колеса располагались на одной линии, а ездок сидел почти вертикально и передвигал машину, отталкиваясь от земли то одной ногой, то другой. Принцип передвижения на этом аппарате по сути воспроизводил механизм ходьбы или бега, но быстрой ногой. Изобретатель обнаружил, что на хорошей дороге он может развить скорость до 10 км в час, что примерно в два раза быстрее темпа ходьбы. Но это в щадящем режиме. А если попотеть, то скорость передвижения может достичь 20 км в час. А это уже сопоставимо с лошадиным галопом. Что, собственно, сделал Дресс? Он упростил все предшествующие проекты самокатных машин, сведя их до минимума в два колеса. Колеса он выстроил в одну линию, а своего механического коня подчинил воле единственного седока. Индивидуальный характер этого нового средства передвижения был необычайно практичным и привлекательным. И предприимчивый барон стал активно пропагандировать свое изобретение. Он издал специальный рекламный буклет, в котором описывались несколько моделей новых самокатов. Среди них был и тандем для езды вдвоем, и трехколесная конструкция со вторым сидением для дамы-пассажирки. В число дополнительных аксессуаров входили зонтик и даже парус для ветреных дней. Но Дресс внедрял свое изобретение прежде всего действием. Летом 1817 года он проехал 14,5 километров за один час. Затем, немного усовершенствовав машину, он смог уже взобраться на крутой холм. А в апреле 1818 года барон преодолел на своем самокате уже расстояние в 80 километров. И в том же 1818 году он получил патенты на свое изобретение. Сначала в герцогстве Баденском, а затем во Франции. Кстати, во Франции быстрая нога Дресса стала именоваться Дрезьон, а по-нашему Дрезина. На Дрезины быстро возникла мода как на забавные средства досуга и развлечений. Дрезину восхваляли как полезный спортивный снаряд, как невинное, простое и недорогое упражнение, спасающее организм от опасности сидячего образа жизни. Однако были и многочисленные критики. Обратим внимание и на их аргументы. Самокат Дреза считали странным изобретением, превратившим человека в лошадь и повозку, и принуждавшим ездока выполнять ту работу, которую прежде делали животные. Влиятельная французская газета Жохналь де Пари заявляла о бесполезности Дрезины. А сам, господин Дресс, считала газета, заслуживает благодарности запожников, потому что он нашел идеальный способ снашивать обувь. Если принять во внимание этот ироничный аргумент Жорналь де Пари, то к благодарности сапожников в будущем надо прибавить и коллективную благодарность Карлу Дрезу от многих поколений гомо-велосипедикус. Это была программа Обыкновенная история. Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова